Я думаю, бояться стоит, хотя я не буду губернатора Забайкальского края Константина Ильковского критиковать, потому что он мой старый добрый хороший товарищ, мы с ним сидели в Государственной Думе два года плечом к плечу. Он очень хороший, порядочный и честный человек. То, что там произошло, это не его инициатива, безусловно. И я всегда был против долгосрочной аренды земли, да и вообще аренда земли мне не очень нравится. Дело в том, что в нашем государстве не налажен контроль за почвой. И получается так, что вот сейчас, допустим, крупные агрохолдинги берут землю в аренду, допустим, на пять лет, выжимают ее подчистую, то есть выжимают то, что копилось, вот почвенный слой, сотнями, тысячами лет. И бросают, переходят на свободные участки, благо земли у нас много, и все. А на этой земле что образуется? Образуется просто уже пустыня, там ни лес, ни трава не растет, он залито химикатами, гербицидами. Я боюсь и в данном случае нечто подобное повторится, потому что мы прекрасно знаем, тот, когда был когда-то в прокате вещей, особенно в советское время, знает, все прокатное, оно все плохое, потому что относиться не к своему, а к тому, что ты берешь на время, но никто не относился как к вещи, никто не берег это, так и здесь никто не будет беречь, если не будет четко прописанных законов, которые заставляют беречь. Законов таких пока нет, поэтому я считаю, рано сдавать и вообще торговать землей российской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова